На поддержку общественных организаций в следующем году выделят 187 миллионов рублей, что на 62% больше, чем в нынешнем. Таким сообщением общественников порадовал председатель законодательного собрания региона. Я думаю, что всем здесь присутствующим нужно просто еще раз внимательно посмотреть, каким образом правильно оформить документы с тем, чтобы получить вот эти вот наши областные гранты. На ежегодной встрече с представителями общественных организаций Владимир Киселев рассказал о новом бюджете области, мерах поддержки и развития экономической и социальной сферы. Некоторые предложения общественников, прозвучавшие в прошлом году, удалось выполнить. Среди них решение об индексации финансового вознаграждения для опекунов недееспособных граждан. Оно вступит в действие в 2017 году. Роза Киямова от фонда «Сотвори добро» вручила спикеру благодарственное письмо за участие депутатов законодательного собрания в сборе средств на установку памятника чемпиону Николаю Андрианову. Общественница отметила, что знаменитая школа спортивной гимнастики Олимпийского резерва нуждается в ремонте и расширении. По поводу дополнительного образования детской гимнастической школы Олимпийского резерва. У нас там очень много народа, а строительства до сих пор нет. По словам спикера, сейчас на уровне администрации регион решается вопрос о проведении в школе капитального ремонта. В числе проблем общественники отметили нехватку финансирования муниципальных библиотек в районах области. Муниципальные наши образования, к сожалению, возможно, просто забывают, когда верстают бюджет. Есть районы, в которых вообще ни копейки не выделяется на комплектование. Беспокоят общественников соотношение пенсии и прожиточного минимума. Они предложили внести изменения в российское законодательство. Пенсия не может быть ниже регионального уровня прожиточного минимума. Владимир Киселёв предложение активистов поддержал, но отметил, что положительное решение вопросов зависит от многих факторов и требует серьезной работы. Бюджет у нас непростой, бюджет дефицитный по следующему году. Но за счет того, что промышленность набирает обороты, мы думаем, что и в следующем году, так же, как и в этом году, мы будем стремиться завершить год уже без дефицита бюджета. Тем не менее, сразу принять все эти льготы, которые предлагали общественники, конечно, мы не можем. Но нужно ставить амбициозные цели и задачи. Мы уверены, что в какой-то перспективе эти задачи можно будет решить. Что касается льгот общественным организациям и разным категориям населения, спикер отметил, что в следующем году их повысит на коэффициент инфляции.